Я на основании, вы меня трогаете, почему вы меня бьёте? Чё, ходишь тут? Да, да. Мы с подругой Дашей гуляли в парке челюскинцев и услышали крики в Киеве. Мы вышли из парка и увидели толпу людей. Метро было перекрыто. Мы пошли вон туда, чтобы пойти на Якуба Колоса. Но там было перекрыто. Там стояла милиция, заграждение милиции, прям плечо к плечу. Они нас не пропустили. Мы вернулись обратно вот сюда и стали думать, как нам отсюда выбраться. Пока мы стояли и думали, к нам подошли два сотрудника милиции. Ну, Дашу схватили аккуратно и меня схватили, то есть за плечо и потащили. Даша не сопротивлялась, но я сопротивлялась и упиралась ногами. Девушки, вы видите? А кто? Что? Нет! Второй сотрудник милиции схватил меня за голос и потащил. И стоял зеленый длинный автобус Там он нанес несколько ударов кулаком вот сюда, вот в область Два-три раза где-то так И начал меня осматривать То есть меня осматривал не сотрудник моего пола Что такое? Я на основании, вы меня трогаете, почему вы меня бьете? Че ходишь тут? Да, да, да Слышь, я в зимогажу Домой хочу телефон В колец В колец все посади Нас привезли в РУВД Вывели из автобуса И поставили в такую шеренгу Лицом к стене вот так вот стояли люди Вот так вот, руки прям впритык стояли, как будто на расстрел И люди И у них вот вещи были в этом В мусорном мешке Было холодно Я тогда была в зимней куртке С многих поснимали куртки, не знаю зачем Меня отвели в кабинет на первом этаже И спросили имя, фамилию, отчество Посмотрели все вещи, тоже сложили в мусорный мешок И отправили на второй этаж По сопровождению Там уже сидела моя подруга Даша И мальчик Артем, с которым мы познакомились Его задержали за то, что у него были зеленые волосы Его тащили по земле в наручниках Два милиционера Там меня хотели допросить без родителей Ну там женщина сидела, такая плановатая Говорит, ну давай я тебя допрошу Я говорю, я мама еще не приехала Как вы меня допросите? Без мамы нельзя, я несовершеннолетняя Она говорит, ну давай, тут еще чуть-чуть Расскажешь, что было Я якобы размахивала руками Кричала какие-то лозунги У меня был в руках плак В общем я рассказала ей, что я никаких лозунгов не кричала Ничего не было То же самое сказала Даша И нас отпустили Начались сильные головные боли Прям ужасные Тошнота, рвота И потом Сочился мой первый приступ Я после этого пошла к врачу Рассказала обо всем этом Много обследований было Назначили КТ На КТ было расширение желудочков на 13 мм Потом я легла в больницу Первый раз осенью В сентябре Потом уже в феврале легла в больницу В неврологию Потом в новинке легла В этом весной И мне поставили эпилепсию У меня это первая стадия уключения слуха Вот Сейчас Вот тут невролог у меня наблюдает Ну тут много чего Врач в ход наблюдал Поставил мне диагноз эпилепсия Назначил лечение Мне писали, что это после травмы головы 25 марта 2017 года Эпилепсия это на всю жизнь У меня очень много приступов По 3-4 приступа в неделю А это очень много Спасибо 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 Спасибо